Новогодняя ночь и последующие за ней праздники – это время многочисленных застолий, вкусных блюд и алкоголя. Как не навредить здоровью в такой период и что делать, если наступило нежеланное отравление? Рассказывает эксперт Казанского университета. Новогодние застолья – это всегда высокий риск обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также пищевых отравлений. Каковы факторы риска пищевых отравлений? Во-первых, это несоблюдение правил личной гигиены, несоблюдение чистоты на кухне, неправильное хранение продуктов, употребление в пищу экзотических блюд, ранее неупотребляемых. Далее, неправильное хранение оставшейся пищи после новогоднего застолья и употребление алкоголя. Среди основных симптомов пищевого отравления могут быть дискомфорт и боли в животе, тошнота, рвота и диарея. При возникновении таких симптомов, в первую очередь, необходимо вызвать врача для определения точного диагноза и назначения лечения. До осмотра врача можно применять следующие лекарственные препараты. Это энтеросорбенты, которые связывают токсины и выводят их из организма, такие как полисорб, энтеросгель, например, смекта. Также, если есть симптом диареи, то можно применять закрепляющие препараты, содержащие в своем составе лапирамид, например, и препараты, которые будут восполнять электролиты калий, магний, хлор, натрий, поскольку при диарее организм теряет вот эти важные электролиты. Что касается алкоголя, то его необходимо употреблять не только в умеренном количестве, но и желательно запомнить список продуктов, с которыми он не сочетается. Это шоколад, помидоры, кофе, различного рода энергетики, десерты и сладости, маринады, соленые, например, огурцы, соленые помидоры, жареное мясо, острые закуски, арбузы и дыни. В период новогодних застолий также не забывайте ограничивать сырую пищу от готовой еды, убирать продукты в холодильник после посиделок и следить за их сроком годности. Нежелательно и употреблять более трех-четырех видов различных блюд за один прием пищи, поскольку это провоцирует обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. В качестве заправки салатов я рекомендую использовать растительные масла, ни в коем случае не майонез. И по поводу напитков тоже хочу обратить внимание, что лучше всего запивать водой или минеральной водой и избегать употребления соков и сладких газировок, поскольку они, к сожалению, вызывают нарушение углеводного обмена. Диана Желенкова, Универньюз.